Добрый вечер, Ирина Николаевна. Так ли важен финансовый вопрос в отношениях? Или с милым и рай в шалаше? Финансовый вопрос, еще раз, он не важен и не не важен. Это константа усилий человека по отношению к себе самому, как обустройство. Раз. Второе, это уровень коммуникационный, потому что деньги присутствуют, как бумажки, которыми мы с вами обмениваемся, и где мы договорились, что энная вещь, которую я произвела, будет в вашем эквиваленте стоить для меня энную бумажку. Так вот, если вы любовь в шалаше подразумеваете, что он у вас, я не знаю, какой-то там монах, и питается в понедельник, среда, пятница, и все остальное занимается духовными практиками, и абсолютно не притязателен ваше отношение такого духовного, высокого плана, и вы от него ничего не хотите, и он от вас ничего не хотел бы. А вы самодостаточный человек, который в силу, условно, первой жизни я пытаюсь утрировать, вы только сейчас начинаете обретать навыки, коммуникационные там, навыки, что-то сделать, что-то приобрести, и как-то с этим со всем справиться, то, наверное, да, и в шалаше, если вы согласны, будет все достаточно хорошо. Он на духовном уровне, вы на материальном таком уровне, ну и друг друга будете как-то поддерживать. Деньги — это способность оценки, способность вашей силы, которую можно увидеть через вот эту пресловутость того, что у вас есть. И это не потому, что у кого-то много, у кого-то мало, а в силу классификации человека. Вот он для себя на сегодняшний момент смог сделать вот такой объем, у него столько силы. Сила, она же по единице, да, допустим, квартира одна, машина одна, дача одна, там, три костюма, там, то, там, пять платьев, там, и два раза в год отпуск. Вот один образ вложенных усилий или силы человека, ну и плюс там энная заработная плата. И вы уже точно, в принципе, все работающие понимаете, сколько нужно усилий или сколько нужно времени при вашей оплате труда, чтобы обрести вот такое качество жизни. И тогда вопрос, почему кто-то обретает качество жизни, вот вкладывая в свой комфорт и преобразовывает свою жизнь так, как он хочет или так, как она хочет. А почему другому-то вдруг должно это все достаться на халяву? Я абсолютно уверена, что никто из вас своего заработанного, честного, что вы вложились в то, что вы пестовали, то, что вы развивали, или там, чему вы обучались, и потом это начали монетизировать, что вы просто так за спасибо отдадите. Может быть компенсация, надежность отношений, безопасность отношений, разгрузочная система эмоциональная, когда понимают, там как-то оберегают, располагают к себе. Вот эти компенсации могут быть. Но если вы выходите замуж или строите отношения с человеком, который заведомо, это очень хорошо видно, старается быть от вас зависим, значит, вы должны точно понимать, что ваш боливарчик в лице одной единицы вешает на себя допуслугу еще одну единицу, которую нужно кормить, поить. Почему женщине дается больше здоровья, больше жизни, больше сил? Мы сильнее, чем мужчины, потому что природой заложено, ну, как родить минимум троих детей за себя, за того, от кого, и плюсом самого того, кто, собственно говоря, и род будет продолжать. И вот сейчас женщины, пытаясь за всем за этим угнаться, потому что мы более эмоциональны, и нам все везде хочется, все успеть перед подружками, девочками как-то похвастаться и вообще и туда слетать, и сюда слетать, и здесь побыть, и это одеть, и то обуть. И мужчины на сегодняшний момент, в силу того, что у них ограничений, как ни странно, больше, чем у нас с вами, ну, говорят, ну, если ты такая классная, если ты такая бизнес-вумен, если у тебя так все хорошо, вопросов нет на рули. Но женщина начинает рулить, когда мужчина отдает ей правление, образды, а сам садится на диван. Женщина порулила, обратки не получила, говорит, нет, милая, ты мне не подходишь, хочу другого. И с этого момента начинается другое развитие событий. Почему ли люди поддерживают отношения и говорят опять на одном языке, понимают и уважают обоюдные усилия, вложенные или в одну какую-то, какой-то объект или ситуацию, или объединили имеющиеся? Потому что крайне сложно оценить, подсчитать то, чем вы никогда не занимались. Почему высший пилотаж, там, не знаю, цирковые, фигуристы, лыжники, вот мы смотрим, говорят, ну, так легко, собственно говоря, а вы попробуйте. И вот тогда встает по-новому вопросу. Готовы ли вы в шалаши-то? Нет? Если готовы, вопросом нет. Значит, вы будете транслировать своему партнеру о том, что да, милый, да, я согласна, ты на меня, я с тобой вместе, сумка в зубах, побежали, а ты меня люби-люби. Как это будет выглядеть? Это неверная модель поведения. Ролевая составляющая, когда вы понимаете, что хозяйка дома, она может быть в двух случаях. Или она умная, достойная, знающая и умеющая, тогда придет мужчина, говорит, у меня дом есть, пойдем. Или это профессионал, который ставит себе задачу, говорит, хорошо, вот я посмотрю, как это, заработать себе дом. Сколько на это нужно времени, и как это будет выглядеть. Или не завязывается, потому что понимает, что усилие настолько, когда этот дом обретется, это надо купить, в нем убирать, собаку держать, еще там что-то делать, это привязка, это такая очень серьезная точка опоры. И никто не задумывается, как эта женщина будет с этими детьми справляться и с этим папой, ну, детей. И женщина в силу того, что она не понимает и не знает, что ей делать, а дети на ней, она начинает все сливать на детей. Опять-таки, неплохо, нехорошо. Это форма разрядки. И эти дети выходят обижены на весь мир, и у них вот здесь, кроме ненависти и обмана, никого нет. Почему говорят, цветочки на одной клумбе и на другой могут расти по-разному, потому что земелька разная и удобрения разные. Все в этом мире проявлено, учитесь видеть. Тогда не стремитесь к оценке. Оценка – это всегда пораженческая форма мышления, потому что, к сожалению, мы выбираем опять-таки две крайности. Или миллионера, миллиардера, его жену, которую иногда показывают, я думаю, я хочу. И никогда не заморачиваемся на цену вопроса. И никогда не думаем прояснить, а на самом деле так ли это или нет. Или сравниваем себя с этими бомжами, там, я не знаю, Детройта или какой-нибудь Африки, и говорим, ну, я-то по сравнению с ним это. Вот две успокоительные базы. В понедельник я в АУ, в пятницу я в АУ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...